Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня мы поиграем в игру под названием Blunts TD6. И перед тем, как мы начнём играть, я бы вас хотел поздравить с сегодняшним днём, а именно с 1 сентября. Надеюсь, что этот учебный год у вас начнётся хорошо и также продолжится, что всё-таки, наверное, не для всех. Это праздник, в том числе и для меня, потому что учёба — это прям тяжело. Я бы сказал, это действительно тяжело, и некоторые люди писали в комментариях то, что они, например, поступили в 9 класс. 9 класс — это ОГЭ, экзамены. Это тяжело, причём недавно сказали, что их переработали, что они, может быть, даже ещё стали сложнее. Поэтому я хочу пожелать всем удачи, чтобы они всех прошли, всё было хорошо. А так, параллельно, наверное, хочу пройти вот эту карту «Кукурузное поле» на сложном, с шарами Муап, с двойной жизнью. Почему бы нет? То есть, это так, можно сказать, у нас будет параллельно. А так я всё равно больше немного поболтаю. Так, поставлю сюда объединён с дротиками. Поэтому вот не знаю, надеюсь, что у вас всё будет хорошо, всё будет нормально. Терпите, выдерживайте. Надеюсь, что, по крайней мере, вам как бы нравится учиться. То не прямо уж так всё. Хотя, действительно, очень сложно полюбить учёбу. Но если у вас это вышло, то это прям очень здорово. Это большая редкость. Ой-ёй, что-то много шаров-то прошло. Ну ладно, ничего страшного. Вроде немного прокачался, лучше стало. ОГЭ, конечно. Это да. То есть, надо к этому готовиться. Это не так всё легко. Я, конечно, ОГЭ сдавал, да. Но ЕГЭ я не сдавал. То есть, я ушёл из школы после девятого класса. И мне как-то это не очень уж и интересовало. Это всё сдача. Точнее, как... Я и ушёл, в принципе, потому что я это ОГЭ не хотел сдавать. Ой, да, ЕГЭ, ЕГЭ. Что-то я всё уже начал путаться. То есть, ОГЭ я как раз-таки сдал. А ЕГЭ я уже вообще не хотел. То есть, вот, и ушёл по этому. И если по ОГЭ что-то я могу ещё поговорить, то про ЕГЭ я вообще не знаю. А так, чё у нас? Очень многие годы запугивали. До такой степени, что, ну, прям вообще, если мы не сдадим, то мы ужасными людьми вырастим, ничего не добьёмся. Проблем-то будет, сколько нормальными членами общества не станем, как нам прям так и говорили. Это прям... Не считаю, что это совсем правильно, что так много проходит обезьян. То есть, такое говорить, это, конечно, такое себя. А служить-то тем более. Потому что, когда тебя этим запугивают много лет, то как-то действительно немного становится страшно. Из предметов я сдавал, ну, русский и математику, это вот как все, это вот обязательный. А по выбору я сдавал географию и биологию. То есть, не сказал бы, что у меня по биологии всё было хорошо. То есть, по биологии у меня как раз-таки всегда выходили тройки. Но под конец, то есть, у меня как-то стало получше. То есть, я в восьмом классе как-то на четыре... Ну, четвёрку получил итоговую по биологии. И почему-то решил сдавать ОГЭ по биологии. Не знаю почему. И поэтому как-то так вышло, что я к этому был совершенно как-то не готов. То есть, все мои одноклассники, которые вот тоже сдавали биологию, они целенаправленно шли на что-то медицинское. То есть, они хотели стать кто-то ветеринаром, кто-то медсестрой, кто-то там ещё больше. Ну, то есть, все прям уже знали, куда идут. А я не знал, абсолютно. И, ну, и так получилось, что биологию я сдал очень хорошо. Ну как, очень хорошо для меня. Потому что я написал её на 29 баллов. 29 баллов — это уверенная четвёрка. при том, что это довольно-таки тяжёлый предмет. Когда мы, например, писали пробники в школе, я писал на 2. Как, в принципе, ну, практически все люди, которые тоже сдавали биологию, они тоже все сдавали на 2. Ну, почти, почти. Было, конечно, пару-троек. Но чтобы у кого-то прям четвёрка выходила, это реально, это было всё очень проблематично. И я действительно как-то не помню, чтобы у кого-то было тогда 4. Поэтому нами тогда не очень уж были довольны, как по мне. Ну, нам прям такое яро не говорили. Ну, всё равно что-то чувствовалось. Но в итоге всё равно всё оказалось нормально. То есть нас прям очень жёстко на факультативах держали. То есть, например, по определённым предметам у людей было, знаете, что 2-3 урока факультативов по предмету в неделю, а у нас, наверное, уроков 10 было на факультативах. Нас просто ставили их везде. Нас от многих предметов отпрашивали, чтобы мы ходили вот к биологии готовиться. И даже в школе нас, знаете, как называли? Биолухами. То есть нас реально даже учителя говорили, что вот, ну всё, биолухи, пойдём. А я немного не понял, прикол, что такое, почему я биолухом стала. Ну и чё, что биологию сдаю? Всё нормально вроде бы. Ой, так, тут огонь. Он вроде должен всё справиться. Поэтому вот такие вот дела у нас были. А так, в принципе, всё нормально. Действительно, было очень сложно. Мы решали очень много тестов. А я-то решал ещё в разы больше, потому что я там очень сильно распереживался. И на этой биологии я реально с ума сходил, потому что тут ты либо знаешь, либо уже всё. Как бы, если на угад, только ответишь. А так-то, ну, реально было. Мне страшно. Особенно, когда меня, знаете, отправили в аудиторию, где я никого не знаю. Ну, то есть, там были люди с параллели, а я толком-то с ними и не общался. Думаю, блин, даже без одноклассников, как жить? И я подошёл к этим людям. В основном, это были бы девочки. Даже вот одна из них, это... Я с ней в садике учился, но она меня, наверное, уже не так уж и помнила. И я подошёл к ним. И такой... Ну, я их вообще не знал. И такой... Удачи вам, удачи! Надеюсь, всё у вас будет хорошо. И они мне тоже удачи пожелали. И, ну, несмотря на то, что я их не знал, мне действительно стало как бы от этого легче, когда ты кому-то пожелаешь добра, и тебе в ответ добро. Поэтому... Так, да. Я ещё из аудитории, оказывается, вышел самый последний. Я думал, что когда написал, я не торопился вообще. И, ну, думал, наверное, ещё так много людей там. А выхожу... А действительно, я последний в кабинете сижу. Я такой, как это? А меня ещё посадили. Вот, знаете, я прям за первой партой сидел перед всеми учителями, которые следят. Я, конечно, как бы и не хотел ничего списывать. У меня и не было никаких шпаргалок или чего-то. Но всё равно сидеть прямо напротив них, это дополнительные нервы. А ещё, когда... Ну, мы только туда зашли, там надо было открывать конверты, нам всё их принесли. Все начали открывать нормальные конверты. А у меня он чё так начал криво открываться. Я не... Ну, я не понимал, что такое, что происходит. Почему... Ну, он реально просто не открывается. Что делать? И когда все открывают, я ещё понимаю, что меня... Ну, что я опаздываю. Меня, наверное, все ждут. Они, наверное... Уже мне... Я их бешу. И после этого мне учительница, ну, так как говорит... Не волнуйся, не торопись, мы тебя подождём. А в этот момент мне ещё стало хуже. Я такой... Они меня ещё и ждут. То есть... На меня вообще... Я тогда полностью растерялся, как только можно. Но в итоге более-менее нормально. Действительно, очень много было вопросов сложных для меня. Я довольно-таки нормально всё ответил. Вторая часть... Ну, точнее, как последняя часть, я уже не помню, что там. Там, в основном, где ты должен сам писать свои развернутые ответы и решать задачу на калории. Это, в принципе, моя самая любимая задача была. И один был вопрос для меня очень странный. Я до сих пор его помню. Ну, не дословно. Там что-то было из того, что написано... Почему люди не могут переваривать непереваренную пищу? Я там чуть не офигел. Я вообще не понял, в чём прикол. Я такой... Как это? А я не знаю. И я просто вот так вот начал писать... Нас к такому не готовили. Люди не были созданы такими. Ну, я действительно... Я уж там чуть даже Бога не прописал. Я такой... Боженька нас такими создала, что мы так не можем. Что нам надо именно переваривать. Ну, и тогда я реально чуть коньки не отбросил в этот момент. Что, как это? Таким ответом я ещё что-то хочу четвёрку получить. И поэтому, когда у нас огласили результаты, точнее, как нам написали в нашу беседу класса, то вот, заходите на такой-то сайт, вводите свои данные, и там будут ваши результаты по биологии. У меня тогда такие нервы были, я так... Я трясся, и я прям... Ну, мне прям вообще было тяжело. И при этом, кстати, я написал на 4. То есть, прям вот уверенная четвёрка. То есть, там 25 баллов идёт 4, а у меня 28. То есть, 28 по биологии. Я считаю, это очень круто. Очень здорово. И при этом прям вообще классно. Меня ещё удивило то, что вот те вот одноклассницы, с которыми я сдавал биологию, то есть, я был единственным мальчиком, который сдавал биологию из нашего класса, по крайней мере. Из параллели было ещё пару мальчиков. И они-то собирались все в мед поступать. И вот эти вот все люди, которые собирались в мед поступать, они все на 3 дали. Вот реально. То есть, у них у всех биология была на 3. Ну, им пару баллов, конечно, не хватало. Но всё равно факт в том, что, как бы, я на удивление лучше их написал. Хотя я лично как-то не прям уж верил так в себя, что я точно их лучше напишу. Потому что я биологию действительно выбрал, ну, просто так. Там я дружу с многими мальчиками. И вот ещё несколько девочек. И вот они выбрали биологию. И такой, ладно, я с вами биологию буду задавать. И всё. Хотя мои друзья, вот мальчики, они мне сдавали информатику. А информатика, он считается как самым лёгким предметом. И я не знаю, почему я его не выбрал. И поэтому я на самой информатике ничего не делал от слова совсем. Потому что сама учительница такая, ну, вот, понимает, ты не сдаёшь мою предмет. Зачем он тебе? Он тебе тогда не пригодится. Она, ну, она даже нам вот говорила тем, кто особенно биологию сдаёт. Даже всех биологов знали в лицо. И поэтому нам говорили, не приходите, если у вас первая или последняя пара. Это спитесь, отдохните. Вам это будет полезней. То есть нам прям на полном серьёзе говорили, что не приходите на наш предмет. А я всё равно приходил, ну, как-то, знаете, чувствовал ответственность какую-то. То есть я не мог, не могу так взять и как-то прогулять какой-то предмет. Но я всё равно, я, знаете, я туда садился, ну, и занимался своими делами. То есть что-то в интернете мог посидеть или вот что-то такое. А так самой информатикой не занимался, поэтому её я плохо знаю. А так, несмотря на это, кстати, вот сейчас я вам такую закономерность скажу, что я сдавал... Ну, точнее, я не сдавал информатику. И вот мне все говорят, что этот предмет, ну, тебе абсолютно не нужен, смысл он тебе... А сейчас я уже на четвёртом курсе, и я учусь на программиста. То есть я из тех программистов, которые даже информатику не сдавал. И учусь-то, в принципе, нормально. То есть всё хорошо, конечно, тяжело, если честно. Особенно вот на первом курсе, знаете, когда ты сидишь, и какие-то вопросы всем задают, и все такие умные, что-то отвечают, какие-то слова странные задают. Вот такой, я не знаю, что это такое, а как это работает. Потом вот что-то... А так, в принципе, всё. Всё, да, что хорошо было. Всё сложилось нормально. Мне это всё устраивает. Так, сейчас надо немного тут попрокачиваться. Помимо всего этого, я сдавал географию. География, в принципе, тоже несложный предмет. Он как раз-таки у нас и был самым популярным предметом вместе с информатикой. Это вот информатика и география, они у нас действительно самые популярные предметы. Мне кажется, они, в принципе, во всех школах самые популярные, потому что они несложные. Ничего нет прям такого сверхъестественного. По географии, ну, в средней школе у меня было так себе как-то. В классе в пятом, шестом. У меня даже иногда тройки за четверо там были. А потом как-то более-менее нормально стало. Наверное, всё ещё от того, что я довольно-таки много смотрел всяких передач про путешествия. То же самое «Орёл и решка», что ли. Или, ну, просто какой-то у меня всё это интересовало. И я не читал книгу, вот этот вот учебник. Мне как-то вообще было так всё равно на всё это. И при этом я учусь хорошо. То есть у меня прям почти пять было по географии всегда. Ну как, за четверть не было прям пять. Но у меня всегда было хорошо в этом плане. И я прям не задумывался о том, какой предмет выбирать. То есть прям вот географию вот тут же я выбрал. И на факультативы я часто ходил. Ну и часто мне, в принципе, говорили, что я могу уходить. А если хочу. Потому что у меня, в принципе, всё хорошо с географией. Ой-ёй. Чё тут проблема? Чё там мне страшно стало? Э-э-э, скилл. Так. Как-то реально. Сейчас, подождите. Минутная пауза. Так, чё бы тут поставить? Я бы ещё вот это бы сейчас быстренько поставил. Так, уничтожили. И то есть реально вот меня отвлекали пораньше. В принципе, я мог не так часто сходить на факультативы. Но я всё равно стараюсь, типа, ходить. Так как это полезно, хуже от этого не будет. Да я и не помру, если я 40 минут лишних посижу. Так. Чё-то немного опасно. О, всё. И поэтому как-то сидел и сидел. Занимался. Ну, дома я вообще не прикасался к этой вот географии. Я даже ничего толком-то не читал. Потому что для меня было хотя бы на 4 написать. Мне, в принципе, говорили, что у меня точно будет 4. 4, само ОГЭ, но я написал на 25 баллов, а пятёрка идёт с 27. То есть мне 2 баллов до пятёрки не хватило. Я вообще как бы не расстроился. Конечно, немного жалко было. То, ну вот совсем чуть-чуть не хватило вот до пятёрки. Как так? Ну, с другой стороны, я такой, ну ладно, 4 тоже ведь классно. Чё это я тут так? Поэтому оказалось в итоге-то всё нормально. Всё хорошо написал. То есть не зря я вот пошёл этот предмет сдавать. Трудности он у меня никаких не вызывал. Поэтому если на данный момент сейчас география такой же по уровню сложности предмет, то могу вам его даже советовать. Потому что, в принципе, он такой интересный. В нём нет ничего прям чего-то заурядного такого. А поэтому вот с дополнительными предметами вроде бы мы разобрались. Потом, наверное, у меня будет вот русский. Причём про русский немного рассказать. В том плане, что как бы было довольно-таки мне тяжело. У меня всегда была какая-то проблема с русским. Как-то всё плохо. И я вообще не правил, ничего не знал. И тесты я к этому не готовился. Точнее, ну да, толком не готовился. И вот когда мы сидели на факультативах за день до самого экзамена, мы разбирали вариант на сайте РешиОГ. Ну, я со своим одноклассником не разобрал его. Потому что мы смеялись. А смеялись мы потому, что у нас этот вариант плохо напечатался. В принципе, он, похоже, у всех там плохо напечатался. Но почему-то именно нам стало смешно от этого. И мы смеялись от того, что у нас половину слов было просто не напечатано. Казалось бы, чего тут прям такого, но нам было настолько это смешно. Но в следующий день мне не было смешно. Потому что я пришёл в эту аудиторию, и я вижу, что мне достался такой же вариант. Представляете? Ну, это прям точно такой же вариант, который мы и проверяли. Вот тогда я вообще офигел от жизни. Написал изложение. Изложение на тему доброта вроде бы или дружба. Чуть не помню, что-то вот такое вот было. В принципе, изложение писать несложно. Я нормально написал. У меня какие-то трудности. И потом, когда была тестовая часть. Тестовая часть, у меня, конечно, со всем этим проблема. Потому что я-то не знаю толком никаких правил. Всего того, что как бы надо знать. Со мной действительно такое вот случалось. И поэтому, вот горе пополам, я написал этот тест. И дальше пошло сочинение. То есть надо было написать сочинение. А нам готовили постоянно, что мы писали 5,3 или 15,3. Вроде задание 15,3. Там сочинение на определённую тему какую-то моральную. И у меня там была тема нравственный выбор. Но я же, конечно, я всё, я 100% буду писать 15,3. Я даже 15,2 и 15,1 не смотрел, какие там темы. Для меня только 15,3. А самое главное, что этот нравственный выбор, я не знаю, что это такое. Абсолютно не знаю, что это такое. Я вам больше скажу, я до сих пор не знаю, что такое этот нравственный выбор. И я сначала, когда писал сочинение, я один раз, то есть я написал, что вот это вот такое вот. Подумал, что что-то не то пишу. И начал переписывать это сочинение. Я написал по типу, что нравственный выбор, это тот выбор, который человек делает сам. Который он прям понимает, что он это чувствует, что он должен это принять. Но я, конечно, это расписал красиво, знаете, постарался, всё нормально. То есть у меня с формулировкой всяких мыслей у меня проблем нет. Особенно есть что-то вот красивое написать. Но прикол в том, что когда ты даже не знаешь значение этого слова, пытаешься разобрать, в чём вообще фишка его. Это очень тяжело, особенно для меня было. И я вот эти вот действительно написал, что это вот выбор, который выбираю я. В связи с тем, что это для меня близко, не учитывая мнение окружающих. То есть я там ещё дописал, типа, выдуманные моменты жизни, моменты из истории. И всё, и казалось бы, ужас. То есть всё максимально тяжело. О, я выжил. Чё там нет? Ужас. Если бы я сейчас ещё бы и слился. Понятно. Так. Проблема, проблема. Ну да ладно. Сейчас вроде бы всё разрешилось. И то есть я действительно вот это вот всё написал. И пришла пора всё переписывать на чистовик. Я услышал, что там одного из человека в аудитории, когда сдавал он свою работу, ему там что-то сказали про страницы. Обычно, чтобы ты написал изложение сочинений на чистовик, тебе дают листок, на котором ты можешь писать на две страницы. И на той стороне, и на другой. В принципе, всё нормально. А я почему-то что-то услышал, что как будто его поругали с тем, что что ты на двух страницах писал. Я такой, ой, надо писать на одной странице. А у меня ещё шрифт, знаете, он такой, точнее, почерк. Он у меня такой большой и не очень понятный. А всё-таки мне пришлось уместить и изложение, и сочинение на одной странице. И это всё вышло еле как. О, кстати, мы прошли. Давайте продолжим вольную игру. Тем временем я договорю. И, то есть, я как бы с трудом всё это уместил. И выглядело это не очень читаемо. То есть, я бы, может быть, и прочёл только потому, что я это и написал. Но мне бы далось это с трудом. Я бы так это сказал, конечно, всё. И поэтому я когда сдаю, я спрашиваю учительнице, ну, которая там вот всё охраняла. Ой, всё, игра закончена. Так. Ну, ладно, чё, отправляемся домой. Сейчас ещё какой-нибудь... О! Сейчас откроем. Мгновенная обезьяна. Классно-классно. Сейчас ещё что-нибудь начну. Параллельно ещё с вами поболтаю. Чуть мне так болтать понравилось. Так. Давайте тут только магических. Сейчас главное этот ивент выполнять побольше, набрать мгновенных обезьян. Это очень полезно. Так. И, то есть, я действительно спрашиваю учительницы, «А чё, только на одной странице можно писать?» Она такая говорит, «Нет». Типа, пиши на двух страницах. Ну, точнее, как можно было писать на двух страницах. А я в тот момент-то уже сдавал. То есть, я-то уже всё. Я уже написал на одной странице, и мне, видимо, этого будет достаточно. Я тогда, ну, вот вообще офигел. Потому что до сдачи я прям, ну, заходил вот во всю эту аудиторию и говорил себе, что у меня либо четыре, либо два. Другого не дано. Чтобы, вот знаете, я получил эту двойку и потом переписал на четвёрку. А если четыре, то всё, можно успокоиться. И я вот, когда выхожу, я понимаю, что у меня, похоже, два. Потому что изложение у меня единственное было, что хорошо написано. И то оно было написано всё сжато, всё очень вместе. Из-за этого нечитаемо. То есть, вдруг люди, которые проверяют, могли просто не захотеть это принять. И я уже готовился к худшему. С тестом мне всё было плохо. Как я думал, по крайней мере. И само сочинение на тему, которую я даже не знал. Слово, что оно значит. Я выхожу к учительнице нашей, которая вот у нас как раз-таки из нашей школы проводила нас. Забираю свои вещи и параллельно ей говорю про вот это вот всё. Что случилось? Что у меня, похоже, два. А она мне, ну, в ответ такая говорит, ну, что очень грустно, а я в тебя верила. А я в этот момент, ну, типа, такой подумал. Ну, спасибо, конечно, за вашу веру. Но что-то я её не слышал. Потому что в последний день, когда у нас был этот факультатив, у нас учительница как раз-таки потом начала всем говорить, в кого она верит, какую оценку он получит. И меня она просто пропустила. Вы знаете, вот как будто у меня так и не было. Просто так мимо меня сказала. И потом она как говорит, а я в тебя верила. Я такой, ага, спасибо, я вам поверил. Так, и после этого, ну, действительно, мне тоже было очень страшно, что неужели с этим предметом у меня будут проблемы. То есть, прям, всё будет очень тяжело. И как раз-таки, когда начинают так же писать нашу беседу класса, что мы можем зайти проверить, на что мы написали. Я захожу, смотрю, а у меня там 29 баллов. Может быть, кто знает, кто не знает, но 29 баллов. Это 4. Это уверенная четвёрка. То есть, там также идёт четвёрка с 25 баллов. То есть, у меня прям 4, на 4 балла больше, чем надо. Да, чем, ну, вот минимум этот. Я очень обрадовался этому. Я очень удивился этому. Потому что, как бы, надо же, я оказалась бы везде на косячах, где только можно. И я как посмотрел, что у меня за изложение было полностью. То есть, у меня максимальные баллы были за изложение. На тест, я, кстати, когда сам решал тесты, для меня было нормально получить баллов 6 за тесты. На ОГЭ я 9 баллов получил. Вот тогда я вот вообще обрадовался очень сильно, на самом деле, этому. И удивился, как такое возможно. Казалось бы, но всё было довольно-таки плохо, а тут всё хорошо стало. И когда я спрашивал своих одноклассников, как у них дела, и большинство из них на тройку написало. То есть, даже те люди, в которых, как бы, верила наша учительница, они написали на тройку. Конечно, и много людей тоже нормально. На 4 написала, даже несколько людей на 5 написала, они молодцы. Мне до пятёрки, конечно, баллов так немало ещё не хватило. То есть, там что-то 34, по-моему, балла была, пятёрка. А это прям много, как по мне. Так. Поэтому я вот даже не знаю насчёт всего этого, что да как. Мне, в принципе, и так устроила эта оценка. Потому что она очень даже достойная, как мне кажется, по крайней мере. А так даже не знаю. Поэтому я этому был безумно рад. Чтобы вот всё так закончилось. А насчёт математики. За математику я тоже довольно-таки переживал, если честно. Потому что у меня... Я в младших классах очень был хорош в математике. То есть, у меня прям всё было хорошо шло. Потом мне стало довольно-таки лень учиться. И я начал учиться на тройке по математике. То есть, так у меня тройк прям немного было. И потом я готовился к УГЭ. Я реально вот всё готовился. Что у нас был факультатив раз в неделю по субботам. И мы должны были именно тогда решать в неделю по одному варианту математики. Из сайта Ларина. Есть такой сайт Ларина. Какой-то. Я в нём был пару раз. Поэтому, ну, прям сказать уж не могу. И как раз-таки мы прорешивали этот вариант. Должны были раз в неделю. И после чего на самой факультативе либо разбирать этот вариант, либо идти дальше. Что-то ещё решать. Но мне действительно было лень решать эти варианты. И я сделал, мне кажется, самый умный ход в моей жизни. Я нашёл на YouTube канал, который решает все эти варианты. Как раз-таки новые, вы понимаете. То есть, он только выйдет. И на следующий день, наверное, выйдет его решение. И я каждую неделю, я действительно, я садился. И я дописывал эти решения, этих всех вариантов. И за год я действительно начал шарить. То есть, у меня, в принципе, по математике-то прям уж таких проблем-то не было. Ой, фух. Немного живём. Чё-то проблемно было. То есть, у меня не было прям их вот проблем. Жёстких по математике. Ну, я считаю, что это мои знания прям очень сильно увеличило. То есть, некоторые прям задания я начал решать намного лучше. Потому что я на протяжении года смотрел, как другие люди их решают. То есть, волей-неволей ты начинаешь понимать, как всё это работает. Из-за этого мне, в принципе, стало намного легче. Потому что я, когда отправлялся решать УГ по математике, я, конечно, волновался, как и всегда. Точнее, как и по всем предметам. Но всё равно я думал, что более-менее нормально у меня всё будет. Это точно. И как-то вот решаю, и всё будет нормально. С учётом того, кстати, что я пробник, по математике в школе так же на 2. То есть, для меня прям эти пробники, это проблема довольно-таки была. В том плане, что нелегко. И как-то вот очень странно для меня всё это вот так получалось, что пробники я пишу на 2 в школе. А когда УГ сдают, то на 4. И причём нормально. Прям уверенная четвёрка, как будто поле усложняет, если честно. Специально, может быть, так делают, чтобы мы больше готовились. И поэтому я до день до самого УГ. Я себе написал несколько шпаргалок. Это вот, знаете, как находить площади всяких фигур. Фигур, как тангенс, синус, косинус, вот этот вот. Как это всё иногда вот работает, тоже записывал. И когда уже на самом УГ я был, я чё-то такое пишу-пишу. Понимаю, что мне чё-то это вообще не помогает. Сам я всё в штаны спрятал. Никто ничего не понял. Всё нормально было. Ну и то есть, я этим так и не пользовался. Отпросился в туалет. Захожу в туалет. Ну, мне эти шпаргалки не нужны. Я их смою. Типа, чё, чё, избавляюсь от улик, которыми и не пользовался, в принципе. То есть, я их выкинул вот туда. Начинаю смывать. И вот тогда я офигел. Они не смывались. Они просто прилипли везде, где только можно. И всё. У меня тогда чуть ли паника не началась. Я такой, как так? Чё вы тут забыли? Смывайтесь быстрее. Нет, не смывались. И с горем пополам. Я там минут пять возился. Я всё смыл. Всё нормально. Всё пошёл. И написал вот только вот этот вот ОГЭ. Пошёл домой. Так, погода была солнечная. До сих пор помню. У меня не было вообще никаких, как бы, ответов. Но при этом, когда я шёл домой, мне пришло сообщение из нашей беседы класса, где нам классная руководительница скидывает ответы по математике. То есть, там было несколько вариантов. То есть, эти ответы были не её, а у кого-то из наших одноклассников были эти ответы. И я такой смотрю, что вот это вот мой вариант. А я как-то сам по себе, пока решал, я запомнил свои ответы. И такой, понимаешь, что действительно почти всё совпадает. То есть, у меня... Точнее, как я сам себя готовил только на первую часть. То есть, на первые 20 вопросов. Дальше я ничего абсолютно, как бы, даже и не знал про вторую. Всё, это довольно-таки тяжело было для меня. И поэтому как-то и всё. Я не заморачиваюсь над второй частью. Посчитал все ответы, которые были на первой. И понимаю, что я из 20 вопросов заданий выполнил 16 правильно. А 16 это уже 4. То есть, с 15 баллов идёт 4, а у меня вот 16. То есть, это тоже довольно-таки нормальная четвёрка была. И вот это, на самом деле, было легче. Точнее, как, для меня это было проще всего. Что, вот знаете, когда ты только пришёл домой, а ты уже знаешь, что как бы у тебя 4 уже всё хорошо. И можно даже не волноваться. Поэтому в этом плане математика, наверное, лучше всех для меня сказалась. Хотя, как бы, проблемы были. А так вот, что довольно-таки всё нормально написал. И сам 9 класс я закончил без троек. То есть, у меня были все четвёрки. Ну, по некоторым предметам 5, конечно, ещё были. А так, несмотря на это, то есть, у меня в некоторых четвертях всё равно выходили тройки. То есть, у меня не было таких, вот знаешь, что я идеально учился на 4. Всё у меня было вообще классно. Нет, у меня всегда были тройки. У меня во всех четвертях в 9 классе были действительно тройки. И нормально. Я, главное, старался не повторять эти предметы. Вот знаете, например, если по обществу знания у меня за 2-4 была тройка, то я буду стараться, чтобы в 3-й не было. И в 4-й. Чтобы, знаете, было 50 на 50. И в основном учителя всегда идут на твою сторону. Каким бы ты ни был учеником, мне кажется, для самих учителей это не очень выгодно. Не очень выгодно, и, мне кажется, они сами не очень хотят тебе там всё занизить. Они тоже хотят, чтобы у тебя, наверное, всё было хорошо. А если люди не хотят, чтобы у тебя всё было хорошо, я считаю, это плохие учителя. Что так делать не надо. Надо, чтобы учеников всё было максимально хорошо, потому что это, в принципе, ещё не те годы, когда дети могут максимально здраво мыслить, что им надо в жизни, а что не надо. И если им там уже, можно сказать, загубят жизнь, это будет тяжело, наверное. А так, всё хорошо, закончил школу. Так рад этому. Давно ещё причём. То вот, надеюсь, что то, что я вот вам сейчас сказал, вам как-то это может... Может быть, даже если не пригодится, то, может быть, кому-нибудь легче станет, что вы не единственные, кого запугивают. Мне кажется, всех запугивает абсолютно. Нас там, ну, реально, вообще, взывали. Что, ну, ни у кого ничего не получится, что мы вообще никакущие, да что мы за люди-то такие, что мы позорим всем, что-то там вообще проблемно делаем с своей плохой успеваемостью. Конечно, я вам могу сказать, что я никогда не учился плохо. То есть я и написал всё хорошо, и, как говорят, что у меня, в принципе, с сознаниями всегда было всё в порядке. Так же, как мне даже говорили, что я очень умён. Я просто ленив. Ну, с одной стороны, может быть, это правда. Хотя в первом классе, когда я учился, мне даже ставили, типа, отставание в развитии. Я учился почти хуже всех. Уже меня только один мальчик учился. А в итоге-то всё нормально оказалось. То есть я даже оказался один из лучших в успеваемости. А сейчас я учусь в колледже, и на третьем курсе у меня были пятёрки по всем предметам абсолютно. То есть иду я сейчас. Очень даже хорошо. Даже могу посоветовать, что просто ходите на пары. Знаете, не прогуливайте, потому что по ощущению, как будто половина всех ваших оценок, которые пойдут в диплом, вот это вот всё, будут состоять из вашей успеваемости. То есть как вы ходите на пары, учителя это запоминают, учителя это запомнили, учителя вас запомнили. Это уже для вас будет большую плюсу, знаете, потому что иногда бывает, в колледже особенно, когда вы полугода ходите к учителю на один предмет, он вас не помнит. Ну вот реально, у меня вот такое вот пару раз было, реально как-то обидно. Потому что я-то вроде бы всё нормально там учился, всё нормально, всё хорошо, а мне чуть не помнит. Ну сейчас вроде всё нормально, всё помнит, всё хорошо. А может уже и не все, потому что учителя меняются. А так, ну, действительно желаю вам удачи в учёбе, в будущем, чтобы вам всё было в этом плане очень хорошо, что всё-таки это тяжело, но может быть это важно. Ищите себя, не бойтесь пойти на то, что как бы родители могут не оценить или что-то ещё, потому что в первую очередь, как по мне, это ваша жизнь. И если вы захотите пойти на какую-то профессию, которую не оценят ваши родители, то скажите им, что эту жизнь вам жить, а не им. То есть, может быть, мне кажется, нет плохих профессий, как минимум, в том плане, что если человек захочет, то он может добиться успеха везде, где только можно. Или даже, если под конец ему это не пригодится, так, продолжаем вольную. Мне кажется, в любом случае какие-то моменты будут нужны. Какие-то моменты могут очень даже помочь в будущем. А так, я не знаю, будьте открытыми с людьми, и всё будет, наверное, хорошо. То есть, не бойтесь показаться, неумными, что вы что-то не знаете. Это реально нормально. Я, например, всегда признаю, когда туплю. Вот у меня прям постоянно такое. Мне кажется, одна из миллион тем это как раз в год палка стреляет, вот раз в год я понимаю тему какую-то. И при этом это нормально. Хорошо учусь, и в основном это заслуга моих одногруппников, моих друзей, которые действительно мне очень хорошо помогают. Без них, мне кажется, я бы учился на тройке, я бы реально даже на пять бы не учился. Потому что львиная доля тех знаний, которые я сейчас имею, это благодаря ним. Благодаря им, точнее. Не знаю. потому что учат они прям очень хорошо. Так как, если кто-то из вас может захочет когда-то пойти на программиста, я вам скажу так, что даже у меня в колледже так говорят, что программисты это в первую очередь самоучки. И нам в основном действительно дают просто задание, с которым мы должны справиться уже самостоятельно. то есть мы даже сами можем, точнее как должны в некоторых моментах искать информацию, как выполнить это задание. Нам тут что-то не очень широ рожевывает информацию. Может быть это нормально. Но я не знаю насчет этого. Поэтому так вот прям поделился с вами все свои истории сдачи экзаменов. Надеюсь она не была такая скучная и в первую очередь это видео наверное была для тех людей которые меня прям смотрят знаете что вот зрителей которые подписаны на меня а не для будущей аудитории так как многие люди все равно стараются снимать для того чтобы их находили кто-то новые кто-то новые люди чтобы больше аудитория была а именно это видео я хочу заснять как просто разговорник с вами поделить своим опытом школьным он такой нормальный довольно таки потому что у меня например когда я в школе учился у меня по математике было 3 у меня реально в 9 классе выходила тройка и в аттестат у меня должна была выйти тройка ну потом мы как-то сидим на факультативе также у нас у нас был прожектор я смотрю что-то в прожекторе что учительница открыла сетевой город и что-то там возле моей фамилии возится я такой ничего себе что такое и потом учительница у меня спрашивает остаюсь если я в 11 классе иду или я в 10 продолжаю я такой нет я ухожу все вот это вот и она после этого того как я сказал она вы понимаете она мне ставит оценки несколько коротших оценок что у меня вышла четверка то есть несмотря на то что у меня по математике выходила тройка она сделала так что у меня вышла четверка она пошла мне на встречу а я вообще в тот момент удивился причем знаете у меня не было такого то вот я так хочу по всем предметам иметь четверку чтобы мне везде было все хорошо по математике я даже в принципе не думал получить четверку ну тройка и тройка ну в принципе почему бы нет и тут мне просто берут и добавляют несколько хороших оценок чтобы мне вышло 4 то есть чего мне сама учительница вот говорит вот я тебе ставлю 4 если ОГ напишешь на 3 я тебе исправлю ну исправлю обратно на 3 она имеет ввиду наверное а я такой говорю хорошо хорошо спасибо большое все обрадовался очень сильно обрадовался что вот такое вот случилось я естественно не помню что в новом классе еще кому-то такое вот делали потому что ну по крайней мере в тот момент находился только вот и я кому так делали что я не замечал что действительно кому-то еще вот так вот помогали за это я действительно очень благодарен прям очень мне помогло в том плане и ведь ОГ я на 4 сдал то есть оправдал ожидания все все по итогу вышло так как и надо было наверное именно кстати я могу сказать что наверное эта четверка зарешала и я смог поступить на программиста то есть если бы у меня по этому предмету была бы тройка я по среднему баллу бы не поступил а то так вышло что все нормально и при этом кстати я вот сейчас вот смотрю на людей которые поступают в этом году на программистов и вижу что у них средние баллы намного выше чем были у нас когда мы учились вообще когда мы поступали ой проиграли ну и ладно и то есть в том что с каждым годом конкуренция там все таки растет поэтому я вам желаю удачи чтобы у вас все было хорошо а на этом наверное буду заканчивать серию я прям очень много договорил а также еще раз пожелаю вам всем удачи в этом учебном году где бы вы ни учились чему бы вы ни учились надеюсь что у вас все будет хорошо а с вами был Диктофон ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии всем удачи и всем пока 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 удачи